Иван, вечер добрый. Я хотел вернуться к нашей конференции, которая 28 числа была, чтобы ты до конца все-таки свою позицию прояснил как инвестор. Первый вопрос, который у меня возник, а как давно ты инвестируешь в ценные бумаги? Ну, собственно, несколько лет, года три-четыре, примерно так. Я начал уже конкретно покупать ценные бумаги. Примерно такой опыт. Но брокерские счета, естественно, открыты мне раньше были. Самые первые лет 10 назад у меня в финале был открыт. И ты еще сказал, Катя, как успехи у тебя? На самом деле, я доволен своими инвестициями, то есть у меня плюсовые как раз. Ну, в общем, по каждому портфелю я в плюсе нахожусь и, в принципе, доволен. Все нормально. Если не секрет, это какие большие портфели у тебя? Ну, собственно, у меня есть облигационный портфель. И там он в высокодоходных облигациях построен. И там все хорошо. То есть дефолтов не было. И там как бы нормально все. Есть еще портфель достаточно большой. Ну, то есть там много разных позиций. Долларовые позиции и в рублях тоже. Там тоже достаточно много позиций. И, в целом, там 30-я доходность. Сегодня посмотрел. В среднем портфеле получается. Что меня заинтересовало? На конференции ты сказал, что все время тестируешь ценные бумаги. Что такое тестирование ценных бумаг? Ну, вот на конкретных примерах расскажу. То есть, например, на Мосбирже акции. То есть я, естественно, так как финансовый журналист, про Мосбиржу пишу достаточно много лет. И как они IPO провели, естественно, я за IPO следил и так далее. Они постоянно говорили, что у них всякие инновационные подходы к работе с акционерами. Все в электронном формате. И DVD стараются там платить как можно чаще. Я, естественно, эту акцию купил, но решил просто все посмотреть, как это все действительно происходит, как эти дивиденды зачисляются, как можно в электронном виде принимать участие в голосовании. Ну, и смотрел, собственно, динамику ценные бумаги. Вот этот пример. Есть еще другой пример. Например, иностранные ценные бумаги. Малинкрот у меня эти читатели моего сайта активно про эту бумагу хотели знать все больше и больше. Понятно, что бумага крайне рискованная. То есть всем это было изначально понятно, но она скакала туда-сюда. То есть волатильность по ней была очень высокая. И это, собственно, всех интересовало на этой волатильности пытаться позарабатывать. Бумага грошовая абсолютно. То есть она там стоила несколько долларов. Поэтому, ну, так как иного, новостей было достаточное количество у нас на сайте, я решил просто взять и в себе этот портфель, буквально совсем минимальное количество, посмотреть, как она у меня в портфеле тоже будет у себя вести. Но в итоге она немножко поскакала, а потом как бы она в ноль ушла. Ну, я, собственно, не расстроился. Мне просто было интересно тоже за ней следить и на своих деньгах тоже. То есть это для меня никакой не убыток, просто было интересно посмотреть. Ну, вот если вот два примера, то, ну, в принципе, у меня по каждой бумаге рассказывает. А бывает ли так, что ты, пользуясь служебным положением, то как-то, ну, вот ты приходится изучать такие вопросы, до которого мы не можем докопаться? Ну, то есть глубоко жизнеэмитента изучать? Ну, тут, собственно, какая-то информация просто может попадать, ну, то есть приковать мое внимание чуть раньше, чем, например, или вообще попасть в мое поле зрения и не попасть, например, в поле зрения каких-то других инвесторов, у которых был поток информации. То есть, например, вот Freedom Finance, когда он размещал, размещался, то есть TP у них было в прошлом году. Ну, то есть кто-то мог это не отследить и мог не понять, что это за Freedom Finance какой-то такой непонятный. А я в то же время, собственно, у Тимура Турлова непосредственно на пресс-конференции спросил, когда это будет обращение этих ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже. И как только оно началось, естественно, я эту ценную бумагу себе перекупил, потому что за Freedom Finance я слежу. Мне, в принципе, интересно, что они делают и отчасти нравится. И я не жалею, честно говоря, они достаточно хорошо там подскочили за год. Ну, с Тиньковым такая же примерно история была. Ну, с Тиньковым как бы его за ним все следят. То есть там приковал внимание, а к Freedom, я думаю, внимания меньше все-таки. А какое у тебя время? Я понял, что ты такой позиционный человек, ты покупаешь на месяц и месяц, да? Да, то есть у меня, ну, если вообще мой инвестиционный подход описывать, то это метод так называемых техасских домохозяек. То есть я не продаю ценные бумаги, то есть я их просто покупаю, они у меня в портфеле сидят, ну, практически до упора. То есть если совсем уже делистинг и какие-то совсем такие вещи происходят, тогда да, тогда я в позиции иногда избавляюсь. А так я в основном просто, ну, если бумага мне нравится, я начинаю там докупать ее в портфель и сижу с ней дальше. Если бумага мне перестает нравиться, я просто на нее перестаю обращать внимание все в портфеле. А сколько у тебя, если не секрет, бумаг сейчас по двум этим портфелям? То есть на сколько позиции там разбито все? Ну, там, то есть я буквально чуть ли не по одному, по два лота там покупаю, там позиции там, ну, в районе 10 позиций, а то и больше там бывает. То есть примерно так, если я там ни в чем не ограничиваю. Ну, доходность все равно 30% получается. Ну, вот, по которому, собственно, портфель с акциями, которые у меня, у меня там, да, такая доходность. По облигационному там я как бы не смотрел, но там, так как высокодоходные, в принципе, дефолтов не было, там 10-е доходности по каждому выпуску, поэтому, ну, понятно, что там доходность чуть пониже получится, чем по акциям, как ни с вами. Но мне просто тема облигации близка, потому что я одно время был журналистом именно сконцентрирован на облигационном рынке, и поэтому мне этот рынок чем-то нравится, чем-то симпатичен, поэтому стараюсь тоже за ним следить. Ты принял участие в мероприятии «Санкт-Петербургской биржи», ну, не только вашего журнала, так совместного. Что-то тебе, ты смог из него такого интересного для тебя, как инвестора, найти какие-нибудь здравые моменты? Ну, как ни странно, на данный момент я его еще не совсем до конца осмыслил, потому что информации там очень много было, и мероприятие-то большое по таймингу, то есть его нужно еще несколько раз пересмотреть в какие-то моменты, для себя осознать. Как ни странно, как ни странно, это, наверное, работа над ошибками некоторая, ну, естественно, те моменты, когда я сам выступал, тоже пересмотрел, мне интересовали и речевые моменты, насколько я там по речи хорошо выглядел, и в то же время, что я говорил, ну, со стороны посмотреть как-то на себя, ну, как-то критически, ну, как раз я увидел, что я говорил про компанию «Пик», потом увидел, что в комментариях компанию «Пик» кто-то там одобрил, и сегодня буквально вот с утра слушал, как раз смотрел интервью с Костином, в рамках России «Зовет», которая проходила, и он тоже как бы про компанию «Пик» тоже поговорил, и вот такие вот совпадения, они как бы, кажется, мне тоже не случайными отчасти, вернули меня опять к этой ценной бумаге, то есть я сейчас, наверное, ну, в портфеле на нее еще раз сегодня посмотрел, вот думаю какую-то информацию еще пособирать в этом направлении, потому что пока не понимаю, стоит ли ее дальше докупать, и что делать, хотя, в принципе, там есть какие-то идеи. Я правильно понял, что раз ты долгосрочник, то ты пройдешь через выборы американские о бумагах? – Я, естественно, продавать ничего не собираюсь, но вот по поводу покупки, я сейчас думаю, у меня есть несколько идей, но я не спешу, пока не спешу, пока думаю, да. Ну, естественно, к выборам я сильно не привязываюсь, потому что я не знаю вообще, окажут ли они какое-то значение, будет ли оно. Вот я даже с одним управляющим недавно тоже разговаривал, он сказал, что они осторожно игнорируют американские выборы. – Ну, надеюсь, он серьезный управляющий? – Да, это очень серьезный управляющий с многолетним опытом. Но они имеются в виду именно по техническим своим действиям. То есть не информационно они игнорируют, а информационно – это они, естественно, комментарии, и вся аналитика все по этому поводу будет, а именно каких-то конкретных действий связано, ну, именно с тех покупать, продавать и так далее. – Ты сейчас сказал про метод американских домохозяек. Я боюсь, я-то знаю, но те, кто тебя слушает, многие не знают. Что это за метод? – Ну, он заключается в том, что вы всегда покупаете ценные бумаги. Вот как у вас есть копейка свободная, вы на нее покупаете. И таким образом просто копите. То есть вы копите просто не в банке какой-нибудь там под подушкой или в банке именно в кредитном учреждении, а именно просто создаете капитал долгосрочный именно в ценных бумагах. И практически исключаете для себя возможность продажи ценных бумаг. Ну, то есть в каком-то крайнем случае, то небольшую долю. То есть когда-то там можно продать примерно так вот. – Ну, вот известно про домохозяек вот что, что они в целом обыгрывают большинство управляющих профессиональных. Но зато когда идет на рынке Армагеддон, то профессионалы смогут лучше защитить вложения, чем домохозяйки. – Ну, это безусловно так. Но я как бы так, у меня на случай Армагеддона другая история есть, тоже инвестиционная, на которую я тоже внимание обращаю. Примерно, он еще не акцентировал на них внимание. Собственно, вот в восьмом году и так далее я прошел не в акциях и облигациях, хорошо пережил это время, а именно инвестировал в металлы через ОМС. Золото, серебро, серебро просто отлично себя показало. И у меня еще была валютная стратегия, то есть я в разных валютах, ну, то есть у меня были личные сбережения, семейные сбережения. И так как было время кризиса, нужно было как-то принимать решение как-то спасать их. Я часть по разным валютам раскидал, а часть именно в ОМС и зашел. И валюты себя показали достаточно плохо, но не сказать, что там много потерял, но они не показали какого-то там скачка и еще чего-то там, чего от них обычно ждешь. А вот металлы, они буквально в разы там выросли и прекрасно просто себя проявили, поэтому с тех пор я как бы в металлах обязательно какая-то у меня долька есть. И причем серебро я больше люблю, чем золото. Понятно. А ты как-то смотришь на какие-то прогнозы, когда принимаешь торговые решения? Безусловно, постоянно моя работа связана с тем, что я смотрю на прогнозы и сам вопросы задаю. Поэтому это часть моей жизни. И каждый день я это очень плотно погружу. И кто же у тебя авторитет? Какие инвестбанки? Собственно, из того именно, как аналитические обзоры пишут, в печатном виде. Вот мне нравится, например, Atom. Очень нравится его подход, потому что они именно по секторам разбирают. Но очень подробно они иногда погружаются в те или иные темы. И как они это делают, мне очень нравится. Причем не под мои запросы, а просто они как бы регулярно основят. Но Альфа-банк тоже неплох. Одно время мне Сбербанк, CIB нравился. ВТБ Капитала мне нравится, например, не по конкретным ценным бумагам, а когда они именно макро-взгляд. Макро-взгляд у них именно вот эти обзоры иногда очень интересные. Бывает просто почитать, понять, что происходит. Сегодня ты наверняка следил за форумом «Россия зовет», да? Ну, я немножко даже в нем поучаствовал, там в сессии, где с Владимиром Потаповым на вопросы поотвечали. Ну, расскажи твои впечатления и вообще, насколько это значимое, например, для инвесторов. Ну, на самом деле, внимание к нему меняется, в том плане, что оно то как бы привлекает много внимания, и прям все за ним плотно следят, все прям-то стараются там быть, а то периодически какой-то некий спад возникает, интереса. Ну, потому что, ну, понятен формат, что как бы ключевой фигурой кто там является и кого все ждут выступления. Ну, всем известно, что это Владимир Владимирович Путин как бы сделан, он ключевая как бы фигура, и все как бы вот в основном вокруг этого все и вращается. Ну, честно говоря, мне этот форум, ну, я за ним так послеживаю, но не такое прям это уже громкое событие, как был несколько лет назад, скажем так. Хотя в прошлом году вот мне понравилось то, что прям Владимир Владимирович прям инвестиционные рекомендации давал всем. Не скажу, что они были прям замечательными, если прям им следом, но все равно было прям интересно, что прям первое лицо страны дает инвестиционные рекомендации покупать что-то. Здорово. Я помню, как эти лица давали по 13,6 ВТВ покупать. Ну, да. Ну, и про выкуп тоже там на одном как раз из России зовет. Там было, что Путин там костянул обратил, что сможете ли вам образовать, организовать обратный выкуп. Да, конечно, Владимир Владимирович. Да. Вот у тебя бывает так, как конфликт интересов, что по работе нужно какое-то интервью взять с человеком, а человек, он белый, как ли белый лист бумаги, ну, совершенно неинтересен тебе как инвестор или как трейдер. Но, как бы, есть рационные задания там или что-то надо, вот, или публика просит, я не знаю, чего там надо, да, но чувствую, что, ну, для тебя лично это потеря времени. Ну, иногда бывает, но тут фишка, что, как бы, и мое восприятие может меняться. То есть мне изначально не хочется, например, с каким-то человеком беседовать, интервью проводить, а в процессе именно подготовки к интервью и в процессе самого интервью. Иногда мое мнение просто меняется чуть ли не на противоположное об этом человеке. А потом даже бывает, что, как бы, хочется еще раз и не подключить какой-то промежуткой времени у этого человека взять. Иван, большое спасибо за интересное интервью. Да, вам спасибо, Андрей. Всегда на связи. Всегда. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok